Я сегодня, видите, первый раз вышла в прямой эфир, в этом во втором аккаунте. Как меня вообще слышно, как видно? Я надеюсь, что сегодня наш прямой эфир пройдет на позитивной ноте. Поэтому можете налить себе чашку чая и расслабиться. И будем с вами болтать. Итак, я очень хочу вам сегодня представить, внимание вашему, мою новую книгу, а точнее фрагмент из этой книги. Я очень люблю собак, очень люблю кошек. И я написала пока начало этой книги. Оно состоит где-то из 17 страниц. Поэтому это скорее такой рассказ, нежели это роман. Но я думаю, что там будет продолжение, потому что истории, которые там описаны, они уже спроизошли. И мне бы хотелось про них вам рассказать. Так вот, сейчас я вам расскажу. Итак, книга называется «Лортик». В мире много добра. Его больше, чем зла, эгоизма, жадности и потребительства. Просто его творят те, у кого не отчерствело сердце. Кто может обойтись без тройку и модели авто, загородного замка, люксовой одежды и отдыха класса VIP. Вместо этого добро отдает, не требует ничего взамен. А злу всегда мало. Оно лицемерно, агрессивно, зависит, завистливо. Оно часто портит то, что творит добро. Маленькая девочка, первый раз увидев плюшевую собачку, подаренную ей дедушкой, радуется новой игрушке. Она такая приятная на ощупь и напоминает живого щенка, которого так не хотели заводить родители. С собаками интересуются только одинокие старухи. Ты что, хочешь каждый день вставать в 6 утра и 3 раза в день гулять с ней? Неважно, дождь, жуткий мороз или снег. Выйти на улицу придется тебе, говорили мои родители. Мам, пап, я буду с ней гулять. Я хочу с ней гулять. Я люблю гулять. Я не буду одинокой старухой. Я девочка, которая хочет иметь щенка. А куда мы будем ее девать, если папа отправят в командировку, сказала мама? Мы должны будем ее куда-то деть? Папа молчит и вздыхает, переключая тему разговора. Видно, что он не согласен с мамой, но спорить он не хочет, ведь он ее очень любит. Маму Оле, девочки, звали Катей. Она все же всего боялась, потому и вышла замуж за папу. Папа был ее другом, и она не хотела превратить его и так тяжелую жизнь в еще более трудную. Почему она так думала? Не знаю. Видимо, у нее были на то свои причины. Ну, с другой стороны, возможно, у нее было одинокое детство, в котором она часто не видела своих родителей, потому что те постоянно работали, и причем попеременно, чтобы не оставлять одну Катю дома. Они тоже хотели Кате сытой жизни, и поэтому отдали Кате в музыкальную школу, которую Катя хоть и не всегда любила, но училась хорошо, потому что не хотела расстраивать своих родителей. Однажды, когда дочке Кати Оле было 8 лет, они с папой пошли в гараж. Ей нравилось туда ходить с папой, потому что она любила запах бензина, папину машину и мечтала когда-нибудь научиться водить. Папа был рад проводить с Олей время. В один из таких дней, когда они пришли туда с папой, со стоянки послышался собачий виск. Оля тут же потянула папу за руку, чтобы они посмотрели на щенков. Их было минимум 5, а то и 6. Самый крупный и самый толстый из них выбежал навстречу, и неуклюже, переваливаясь с одной лапки на другую, завилял своим хвостиком. Приветствую Олю и ее папу. Пап, а пап, ну давай его возьмем, просящий запричитала Оля. Он такой толстый, такой маленький. Ему здесь холодно и голодно. Папа, мы скажем маме, что это я тебя подначила, сказала Оля. Ну, пап, ну, пожалуйста. Папа отрицательно покачал головой, но его доброе сердце не смогло отказать своей любимой дочке. И щенок в одну минуту оказался у Оли на руках. Он облизывал своим теплым, шершавым языком ее руки и был слегка грязным, потому что жил на улице. В теплой будке от него пахло собакой, но он был таким теплым и таким мягким, словно та игрушка, что подарил Оле дедушка. Итак, друзья, это фрагмент моей новой книги, которая пока под черновым названием. Название... Итак, друзья, я надеюсь, что прямой эфир сохранился. Если нет, то будет точно обидно. Но я очень вас прошу, сейчас на ретресе я готова Ура! Я снова... Друзья, я хочу вам сказать, что для вас... ...бомбическую просто книгу на литресе. Я пока ее не публиковала, поэтому это будет не совсем скоро. И работа над книгой длится до двух месяцев. Но сейчас на литресе уже есть моя написанная книга «Тайна церкви». Поэтому мой любовный... ... ... издаваться не раньше двух месяцев спустя вот этой даты сегодняшнего прямого эфира. Почему я решила об этом сообщить? Это своего рода мотивация для писателя дописать эту книгу и опубликовать. Потому что вообще писать книги – это очень-очень непросто. Для этого и много настроения. Писать можно хоть ночью, хоть днем. Поэтому про свободное время здесь тоже я не говорю. Здесь именно нужно вдохновение. А вдохновение приходит к писателю не каждый день. И не даже каждую неделю. Поэтому многие романы писатели не могут закончить даже за год. Они иногда пишут их гораздо дольше. При этом сюжет, который они развивают в своих книгах, иногда приходит абсолютно спонтанно. А иногда у них возникают какие-то новые картины в голове этого сюжета. И они начинают прямо творить, творить и писать. Но так как я начинающий писатель, начинающая именно писательница, то у меня... Наверное, описывается в стандартных фильмах про писателей. У меня нет какого-то, знаете, сильного такого творческого, болезненного вдохновения. То, что мне не нравится, я вообще не редактирую практически свои произведения, когда я их пишу. Редактирую я их только тогда, когда я их готовлю к изданию. Вот тогда я, да, я читаю, иногда нахожу какие-то ошибки смысловые, иногда вижу, что я повторюсь в каких-то местах. Но в этом и суть писательства. Потому что, когда у вас наступает вдохновение, это невозможно как-то отследить все возможные ошибки, которые вы можете заметить, когда вы читаете чей-то текст. И поэтому, когда вы придумали сюжет, вам нужно быстро-быстро записать его. А потом уже вы развиваете его, как такую структуру дерева, свой сюжет. Раскладываете его. Потом вы добавляете интригу. Без интриги книга получится скучной. И, в принципе, лучше начинать сразу же с какой-то интриги книгу, для того, чтобы писателю донести до читателя, что эта книга, вот это да. И идите в ссылки в профиле на сайт Литреса, непременно закачивайте себе. Можете в электронном виде эту книгу «Тайна царица Асмин». Вот. Ну, по ссылке вы увидите, как она называется. Можете вбить мою фамилию, имя и найдете эту книгу. А вас я целую, обнимаю. И жду вас на прямых эфирах в другом моем профиле Владыка Маша, который сегодня потрепал мне немножко нервно. Но я надеюсь, что все будет хорошо и разрешится. Так, всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok